Так, друзья мои, мы с вами в Юникло, и наконец-то пришло время летних платьиц. Всё-таки мы сегодня их будем примерять. Из новеньких, которых я вам ещё не показывала. Конечно, я возьму это в примерочную. Белое платье из шитья, но шитья не цветочного, а вот такого вот... Ну, вот такие квадратики, знаете, скромненько по-юникловски. Минималистично стоит 70 долларов. Можно носить с пояса, можно без. Вот на картинке есть в белом и в чёрном цветах. Вот оно в чёрном цвете. Я, наверное, возьму белое, потому что чёрное как-то никак. А вот эти вот платья льняные, помните, я примеряла их даже два раза. Совсем вышли на распродажу. Сейчас они стоят 40 долларов. Вот такой зелёный я себе купила за 50. Ну ладно, бог с ним. Тогда ещё были все размеры, поэтому я не жалею. 10 баксов, ничего страшного. Так, вот такие вот платья тоже из новых, тоже по 70 долларов. Вот оно, видите, здесь на картинке оно в цветочек. Есть чёрный, вот такой резинка на талии. Обожаю такие фасоны. Обязательно примерю. Есть чёрный, есть цветочек. Есть вот такой вот, вот такой красивый кирпичный цвет. Но их очень мало осталось. И только размеры. Три платья висит. Все размеры экстра смол. Цветочек вот оно тоже. Но мне оно не нравится. Мне кажется, чёрное намного интереснее. Вот этот сарафан трёхваланный. Санаторный. Курортный. Не знаю какой. Мы, по-моему, его с вами смотрели. Но мы его не примеряли. Тоже в белом цвете, в чёрном. Наверное, ещё в каком-то. Это комбинезон. Комбинезон. Тоже вышли на распродажу. Были за... Были за, за, за. Сейчас скажу. За 69. Сейчас стали 59. 10 долларов. Но это вообще не о чём. Я имею в виду скидка. А, вот ещё такой есть бежевый сарафанчик. Вот эти платья мы с вами смотрели. Тоже есть в клеточку. Они ещё не на селе. Они из новых. И есть вот такой вот оранжевый. Вон он, оранжевый на манекене. На манекене же белое. Вот это вот шитья. Этот рикотажный с встроенным лифчиком мы с вами смотрели. Вот эти сарафаны. Совсем по дешёвке. Сейчас за 40 долларов они на распродаже. А стоили... А стоили 70. И в нём написано, что есть лион. Давайте посмотрим, какой состав. 67 лиоцел и 33 льна. Хороший состав. Сзади вот такая резинка. Ну, посмотрим. Может быть, я его возьму в примерочную. И он... Видите, белый остался один. Большой размер. А остальные бежевые со 40 долларов. Ну, бежевый тоже очень неплохой цвет. Но, может быть, не совсем для меня. Потому что я и так вся девушка бежевого цвета. Поэтому... Так, вот эти вот платья какие-то, по-моему, я хотела померить. А, вот этот Эризон. Я хотела его померить. За 50 долларов. Оно с карманчиками. Оно такое немножко распрешённое. Мне кажется, они хорошего фасона. Есть вот с таким вот круглым горлышком. И есть вот такой вот Би. Мне больше нравится вот этот. Мне кажется, они немножко другие. А может, такие же. Кроме выреза. Есть чёрное и бордовое. И кроме выреза, мне кажется, что всё остальное... В нём такой же. Мне ещё нравится вот этот сиреневый цвет. Вот есть вот такое вот платье. Вот это мне тоже нравится. Тоже Эризом. Мне даже оно больше нравится. Стоит оно 50 долларов. Потому что у него красивый вот такой вырез лодочкой. Тоже есть карманы. И оно тоже расклешённое. Но они, видите, немножко разные. Они есть синие. Вот это. Ещё есть вот такой очень красивый цвет. Прямо малиновый. Есть такой вот серенький. В общем, платье сегодня примеряем, девочки. Платье, летнее платье из Уникла. Они уже на распродаже вышли. А мы только собрались их примерять. Так, супер. Всё. Вот эти мы с вами... Вот это мы мерили, кстати. Интересно, оно на селе или нет. Да. Вот это платье мы примеряли. Они сейчас за 40 долларов. Я тогда сказала, что оно меня слишком сильно облегает. Мой живот. Сейчас, наверное, уже поменьше. Я схуднула чуть-чуть. Так, всё. Давайте будем искать. Больше ничего не показываю, потому что ничего особо нового нет. Вот. И пришли мы мерить платье. Давайте. Будем примерять. Я сейчас поищу. Выберу и будем примерять. Друзья мои, ну что ж. Мы с вами примерочные в Юникло. Самый шумный магазин из всех моих примерок – это магазин Юникло. Как всегда у меня шумные соседи. Вернее, нет. Они не шумные соседи. Совершенно нормальные люди. Они что-то обсуждают, примеряют. Просто здесь какая-то безумная акустика, которая любой звук делает, воспроизводит в десятикратном размере. Прям вот хоть тут концерты записывай. Прям такая, такой, как большой театр. Любой что-то упал, вешалка у кого-то там что-то сказал, дверью хлопнули. Бух-бух. Такой звук сумасшедший. Хотя я в наушниках, я пытаюсь как-то минимализировать этот, как бы, эти недостатки. Но ничего не получается. Так. Так, платье у нас сегодня платье. Шесть платьев из Юникло на все случаи жизни. На лето. На любой случай. Значит, как я уже сказала в зале, есть, началась распродажа на Маримэк, а то, что я примеряла в прошлый раз. Очень маленькая распродажа. Платье были по 70, сейчас по 60. Футболки 30 через 20. Ну, в общем, тем не менее. У нас почти ничего не осталось. Надо пойти на веб-сайт и посмотреть, что там есть. Так, на мне сегодня платье, шлепанцы. Ну, в общем, как раз у нас наступила жара. Ну, стало тепло, а я вот с работы, поэтому если на рукавом относительно, потому что у нас вовсе холодно. Все, давайте будем проверять и посмотрим, что красиво, что нет. Все будет красиво. Как нежно же я люблю эти платья из Юникло под названием Эйризм. У меня есть платье такого же фонсона, похожего, но хлопковое, из трикотажной хлопковой ткани. Это синтетика дышащая. Меня в прошлом видео спросили, как синтетика может быть дышащая. Значит, Юникло разработала по их словам. У меня такого платья ни одного нету, поэтому я не знаю. И глядя на это, мне очень хочется его купить. Значит, что они разработали ткань, вот эта линейка Эйризм. Они используют ее в спортивной одежде, они стали из нее шить одежду. Одежда, в которой не жарко, в которой вы не потеете. То есть, если вы используете ее для спорта, естественно, она так сделана специально, чтобы вам было не жарко и чтобы сильно вы не потели в ней. Значит, из изделий Эйризм у меня были маски, если вы помните, несколько лет назад мы везде ходили в этих ужасных повязках на наших лицах. Я купила здесь, Юникло, упаковку из трех их масок, вот из этой ткани Эйризм. Я вам должна сказать, что из всех масок, которые у меня были на тот момент, хлопковые, такие-сякие, единственная маска, в которой я могла находиться в помещении и дышать, это были вот эти маски. Все остальные были невыносимы. Мне в них было жарко, мне в них было лицо потело, мне было неудобно. А в масках Эйризм от Юникло я ходила, проходила весь этот ужасный период. И мне в них было не жарко, и я в них не потела. Так, поэтому я подозреваю, что одежда тоже соответствующая, значит, платье великолепное. Мне оно очень нравится, мне очень нравится, как оно сидит. Еще раз повторюсь, это не только ткань, это вот эти вот фасоны Юникло, они прилегают к груди, и от груди они вот так вот расклешаются, они не отрезные, то есть так сделано, что подчеркнута талия, подчеркнута фигура, здесь все широкенькое, все прикрыто, ничего не торчит, ничего не видно, все свободно, есть кайман, они с разных цветов, есть синий, черный, безвие, синий мне очень нравится, сидит, оно очень засетно. Я просто от него восторге, очень хочу его привести. Ну, посмотрим, может быть, на селе, может быть, на распродаже. Я думаю, что они висят на распродаже, потому что, вы знаете, это из тех платьев, которые на вешалке висит, никакое, вот оно никакое. Одеваешь на себя и просто конфетка, просто красота. Ну, разве нет, я никого. Еще раз повторюсь, вот висит на вешалке ни о чем, ни о чем. А на фигуре очень красиво. Так, стоит оно 50 долларов. Это был размер medium, и это стопроцентный полиэстер, но, вот как обещает Яни-Клуб, в нем не жарко, и в нем очень комфортно летом. Вот его номер. Вот его состав. Значит, это полиэстер, но это не просто полиэстер, это волшебный полиэстер, который сделан в магазине Яни-Клуб. Красивый вырез, очень хорошо, очень хорошо, как сказать, не то, что, во-первых, да, скроено, во-вторых, продуманное это платье, вот как оно выглядит на фигуре, вот при абсолютнейшей, абсолютнейшей простоте. Черное платье, резинка на талии, фасончик такой пастушки, очень красивая, правда, мне она очень нравится, прекрасный фасон. Всем, кто утверждает, что у меня фигура яблока, привет, что у меня нету талии, привет. Я шучу, девочки, я шучу. Можете считать, что у меня яблоко, все что угодно, я-то про себя все знаю, а ваше, как-то, профессиональное, очень ценное мнение, меня забавляет, так скажем. Очень красивое летнее платье из хлопка, черного цвета, есть еще песо, нет, есть цветочек, есть такое кирпичное, кирпичное было только экстрасмол, хотя вот это медиум, и оно мне, в общем-то, свободно, и смол можно было, потому что вот здесь вот чуть-чуть оно мне лишняя ткань, но, в принципе, мы не нормально. И есть каймары, вот такое оно для них. Я очень люблю платье зимний клон, мне всегда они подходят, я вышла из-за, распошла в размер медиум, но, по-моему, я кое-что принесла, вот это я принесла, потому что оно в облипочку будет, короче, красивое очень платье, девочки. Прекрасно сидит, очень красиво вот этот вот пояс, вот здесь все, на резинке, просто чудное, чудное противо. Так, я немножко ошиблась, я сказала, что оно хлопковое, на самом деле 63% хлопков, 37% полиэстер, по ощущениям, как хлопок, но вот тем не менее. Размер медиум, цена 70-69,90, и вот его номер. Очень, как вы видели на мне, платье очень красивое. Так, это еще одно платье той же линейки, и измена, у нее другой состав. Этот был 100% полиэстер, здесь 70% хлопка, по-моему, или что-то такое, и 30% синтетика. Тоже размер медиум, он мне намного больше, чем вот это. То есть вот тот же размер, но вот это платье совершенно другие объемы. То есть я думаю, что мне нужен был и смол, потому что оно прям очень сильно свободно мне, но я побоялась все-таки еще как-то смол, потому что я еще не медиум беру и сомневаюсь, а уж смол совсем не. Когда-то был у меня смол, сейчас потом стал мальчик, а теперь, ну, в общем, медиум, так скажем. Тоже оно, в общем, такое хорошее длины, свободное, легкое, пасторное, красивый цвет. Есть рукавчик небольшой, попроще выглядит, вот за счет выреза и за счет рукава. Вот здесь, в этом платье, оно выглядит элегантно, и даже где-то вечернее платье. Это просто футболка, которую сделали длинную. У нее тоже фасон, видите, здесь по груди она облегает, а вот здесь вот она как бы расклешается от груди. Но, может быть, или размер у нас был поменьше, или фасон такой, что оно попроще. Они разных цветов, здесь за счет цвета оно выглядит симпатично. Вот такое вот платье тоже приятное, очень приятное, такая трикотажная ткань, трикотажный хлопок, почти хлопок. В принципе, мне нравится оно, единственное, что мне нужен размер сморки, я так думаю. Уже очень много тканей, мне кажется, что это не нужно. Так, давайте смотреть. Тоже стоит 50 долларов, тоже размер медиум, тоже вот эйризом. И здесь другой состав, как я уже сказала. Так, 70 хлопок, да, и 30 полиэстер. Хорошо очень сделана горловина. Аккуратненько, видите, так все сделано, очень-очень аккуратненько все перешито, рукавчик обработан. Все очень хорошо, симпатично сделано. Карманчики, в общем, все, что надо. Так, если вам нужен сарафан, то вот идеальнейший сарафан. Он на бретельках, причем они регулируются, несмотря на то, что вот эти бантики, тем не менее, они регулируются. Хорошо лежит вот здесь вот, чуть-чуть, чуть-чуть у меня здесь лишнее. Но тут сзади есть резинка, поэтому это можно регулировать. Все правильно, очень хорошо здесь отрезано. Тоже карманы. В нем, по-моему, хлопок соленок. Сейчас я посмотрю состав. Цвет идеальный, такой песочный. Я еще, помните, взяли и сказала, что цвет такой, что я сама такого цвета, поэтому мне, в принципе, не очень хорошо будет. Но вы знаете, нет, я не могу сказать. Мне кажется, что неплохо. Мне кажется, что совсем неплохо. Мне даже кажется, что если бы он был очень яркий, то было бы в лужах, потому что... Потому что мне вот как раз нравится его такая спокойная расцветка. Песочный-песочный цвет. Очень даже симпатичный. Они еще есть белые. Я видела в магазине, висит один очень большого размера. Видимо, на веб-сайте есть еще... Может быть, серия еще каких-то цветов. Карманы. Супер. Мне нравится. Очень классный цвет. Так. 70 долларов. Размер medium. Вот его номер. Состав. 67 леоцинл, 30 триллионов. Очень хороший состав. Приятный. Очень приятный на ощупь. Претельки регулируются. Что очень хорошо. Сзади резиночка. Подкладки никакой нету. Сзади вот такая вот резинка. Что тоже очень удобно. Ну, в общем, простой-простой, но очень симпатичный, приятный сарафан. Вы знаете, что это намного лучше, чем я думала. Много лет я не ношу вот такие обтягивающие платья лапши. И вообще все обтягивающие. Немножко здесь как бы не совсем идеально. Вот тут вот. Хотя это размер ларч. То есть мне еще немножко надо скинуть до таких платьев. А может вообще даже и даже скинувши мне все равно не слишком по этим фасонам нужно носить. Но фасонка лучше, чем я ожидала. Раньше это вообще было лучше своего родства. Сейчас, в принципе, хотя это размер ларч. Я для чистоты эксперимента сняла лифчик, чтобы вот показать вам, как это выглядит без лифчика. Вот в их, в этом вот встроенном лифе. Выглядит это нормально. Вы знаете, не так плохо. В принципе, вполне себе даже очень. Ну, я линду за эту часть. То есть как будто бы на вас надеть ларчик. То есть все. Все. Вполне себе так достойно, прилично выглядит. Ну и вот тут, конечно, это все. Но это лучше, чем раньше было. И, в принципе, терпимо. Но не стала бы я продавать такое платье на мой фигур. Не стала бы. Потому что все отпечатывается. Может быть, надо другое белье. Утягивающее белье я бы не хотела, потому что это летнее платье. Такое на расслабоне. Трикотажное платье лапша. Которое носят в довольно жаркую погоду. Без рукава. То есть какие-то утягивающие. А нужно под него надевать. Это как-то... Ну, не стоит. Утягивающее надо под что-то нарядное. Если вы куда-то вечером идете, так еще ничего. А вот это платье такое типа пляжное. Можно сказать, ленькое. Можно просто надеть и выскочить, и в магазин его пойти. А какое у тебя еще белье было под такое. Ну, есть только полгоразмер экстралаш. Но, по-моему, размер экстралаш нет. И мне кажется, здесь он был бы небольшой. Вот это все было бы очень велико. А так, в принципе, нормально. Но здесь, конечно, надо еще... Над этим местом надо работать. Ну, может, и не надо. Не так зайдет. Просто не надо покупать такие платья. Друзья мои, значит, стоит оно 50 долларов. Размер large. Вот его номер. И состав. 97 хлопок, 3 спандекс. Хороший состав. Подкладка. 95 хлопок, 5 спандекс. Подкладка имеется в виду вот здесь. Вот вся вот эта вот история с этим вот пливчиком. Здесь резиночка такая. Здесь вот тоже встроенные. Видите, встроенные чашки. Вот они. И это все пришито вот внутри вот такого вот... Такой вот подкладки с резинкой. Очень удобно. Очень удобно. Если у вас нету лишних животов, то это платье тоже классное. Вот, знаете, из первых мест, что называется. Тоже всех цветов они есть. Черные. Хотел черное сначала, потом думаю, дай восьму другого цвета. На черном плохо видны недостатки. В общем, мне нравится. Прикольно. Так, вот наша программа. Прекрасное белое платье из шитья. На лето. Его даже вот эти крылышки не очень портят. Его можно носить с поясом, можно без. Я не очень поняла смысл того, что... Вот здесь пуговица, да? Я так поняла, что это берется. Здесь пришита этикетка. Я вам сейчас покажу. Вот. То есть, это что, спинка? Или его можно носить и так, и так? Пуговицем назад, что ли? Ну, может быть, и да. Почему бы и да, что называется. Короче, вот. Платье очень симпатичное. Размер медиума мне надет. Пуговица до самого низа. Подкладка. Подкладка. Надо проверить состав. Само платье хлопок, а подкладка... Очень надеюсь, что тоже, но я не очень поняла. Сейчас развяжем пояс. Посмотрим, как он выглядит без пояса. Ну, наверное, его можно носить и пуговицами назад. Ну, вот здесь вырез явно такой, как будто вперед. Ну, вот видите, здесь... Здесь этикетка пришита, вирка. Обычно все этикетки всегда пришивают сзади. Ну, вот такой вот симпатичный платьец. Люблю, я не понял, за то, что у него везти во всех практически платье. Есть карманы. Вот. И это очень удобно. Я вообще люблю платье, что с карманами. И даже спортивные штаны сейчас. Вот знаете, все эти йога-пренс, которые... Ну, спортивные штаны, они все сделаны вот здесь вот, чувак, на карманчике. Это так удобно. Вот я из дома надеваю телефон, там, наушники. Какие-то что-то мне надо, когда я по дому хожу, мне что-то надо носить с собой. Я всегда сую, вот эти карманы у меня... Иду я на улицу погулять, тоже телефон сюда, ключи сюда, знаете. В общем, удобная штука. И платье, карманы, это тоже очень удобно. Мне оно очень нравится. Вот так вот оно выглядит, вот это вот шею. Сейчас развяжу пояс и покажу вам. Из пояса оно тоже очень хорошо выглядит. Тоже вот такое обычное. Просто прямая мать. На расслабоне, на чиле. Вот такое у вас. Хорошенькое, симпатичное платьюшко. Так, ну если вам очень хочется, вы можете носить его пуговицем назад. Вот так оно выглядит и сзади, то есть перевернувши его, а сзади пуговица. Вот видите. Ну, тоже нормально, да? Просто с пуговицами оно как-то больше похоже на платье. Без пуговицы оно похоже на ночнушку. Но если вы не любите пуговицы спереди, хотите вот так вот выглядеть, как будто бы вы не в халате, а в платье, вот зачем, наверное. Потому что с пуговицами спереди вещь выглядит, как будто бы это халат домашний. Кстати, вот этот вырез немножко повыше. То есть там, где пуговицы, там вырез побольше. Ну вот запросто нужно носить его так и за нутри. Так, давайте посмотрим его состав. И состав, состав, состав. 100% хлопок, подкладка 100% полиэктор. Плохо, плохо, плохо. Значит, размер медиум. Вот его номер стоит на 70 долларов. Теперь я вам расскажу, о чем я вам говорила. Вот видите, пуговицы вырез. Раз, этикетка. В подкладке раз, этикетка. Ну, то есть, как будто бы это зад, спинка. А можно вот так. Там где брошка, там вперед. Видите, здесь нету шва. Брошки тоже нету. Видимо, там, видимо, была на картинках, что можно и так, и так. Я просто не обратила внимания. Ну, хорошее платье. Не могу ничего сказать. Всем оно хорошо. В принципе, кроме синтетической подкладки, но это сейчас везде и всюду. В том числе Евгения Николаевна тоже. Все платья такие. Ну что, девочки, такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Платья симпатичные. Много очень неплохих. Немножко еще цены кусачьи, потому что еще нет распродажи. Но вот кое-что уже пошло на распродажу. Я думаю, что скоро-скоро они уже пойдут на сейл, потому что где-то с конца июня у нас начинаются летние распродажи обычно. Нет, с конца июня, начало июля. В общем, как-то так. Я думаю, что через пару недель, наверное, будет уже распродажа и уже будет немножко получше с ценами. Вот. Некоторые, я не думаю, что все. Я думаю, что те, кто давние, висят здесь, они пойдут на сейл. Вот это, например, из новых, я думаю, что оно еще долго будет висеть, запомнился. Все, девочки, всех люблю, целую. Всем привет из Канад. С вами Владита из Янекло. Всем пока. Бай-бай.